Работа для украинцев. В Польше очень нужны именно профессии, которые уже не разработаны. Где трудоустраиваются наши переселенцы в Польше? Я готовлю завтраки. Сколько зарабатывают? В районе 20-25 тысяч гривен. И в каких сферах опережают поляков? Украинские девушки, женщины любой квалификации гораздо более конкурентны на рынке. Мы сравнили зарплаты в Гданске, Познане и Варшаве и составили рейтинг самых оплачиваемых профессий. За полгода войны многие украинцы не просто адаптировались к жизни в Польше, но и нашли вполне приличную работу. Причем не только в сфере обслуживания или строительства, а и в более хлебных местах. Поляки довольны. Говорят, что украинские беженцы значительно улучшили им рабочую статистику. По последним данным социологических исследований, в Польше зафиксирована самая низкая безработица за последние 30 лет. Такого не было с 92-го года. Вообще в Польше на сегодняшний день трудоустроено более 400 тысяч украинских беженцев. В первую очередь это, конечно, женщины. И хотя в Польше главный запрос на руки мужские, для наших женщин тоже есть много вакансий. Что же им предлагают и где именно они устроились, об этом и поговорим. Сейчас я нахожусь в Варшаве. Польская столица приняла самое большое количество украинских беженцев. Казалось бы, большой город дает большие возможности. Но оказалось, на самом деле все не так просто. Переселенка Татьяна Белоус приехала в Варшаву 4 месяца назад. Чтобы как-то прожить, пошла работать на кухню. Хоть в родной Виннице имела свой бизнес. Вообще моя профессия бухгалтер, но я вот так решила. Начинать же с чего-то надо, вы же понимаете, чужая страна, чужой язык. Наши работают здесь кем? Уборщицами. Свою работу Татьяна считает везением. Она всегда любила готовить. Раньше, конечно, делала это только для семьи. Благо, что слишком сложных кулинарных шедевров на работе от нее и не требуют. Я готовлю завтраки. Например, яичницы или омлет, панкейки у нас есть, несколько видов тостов. Когда заказывают, приходит заказ, я готовлю 5-10 минут и быстро выношу. После работы Татьяна активно учит польский. Без знания местного языка здесь никуда. Ни в бытовой жизни, ни тем более на работе. Понимаешь, что ты приехал в другую страну, начинаешь с нуля. Эмоционально тяжело прежде всего из-за языка, потому что ты не можешь нормально спросить, пообщаться. Барьер – это язык. Понимая всю сложность ситуации, польские работодатели стараются максимально идти навстречу. Рассказывает Олег, который 10 лет назад сам начинал в Польше с нуля. А сегодня у него целая сеть кофеин. За последние полгода трудоустроил 10 украинок. Помогаем. Помимо гуманитарной помощи, у нас есть вакансии на кухне, где не нужно знание польского языка. Люди, которые умеют готовить или просто любят готовить, как большинство украинских женщин, мы брали их к себе на работу. Что касается заработков, то наших людей тут не обижают. Платят как своим. Мы платим почасово, а соответственно в месячной перспективе, если человек работает каждый день, то получает в районе 3-4 тысяч злотых. Это примерно 20-25 тысяч гривен. Минимальная заработная плата в Польше составляет 3 тысячи 10 злотых в месяц, без отчисления налогов. Ну а чистыми на наши деньги люди получают более 18 тысяч гривен. Если договоренность о почасовой оплате, то человек должен получать не менее 19,7 злотых в час, то есть 153 гривны. Польская инспекция труда очень тщательно проверяет компании, в которых работают украинцы. С другой стороны, польское правительство и поддерживает компании, которые трудоустраивают украинцев, давая им небольшие налоговые льготы. Сейчас мы переходим к новому этапу поддержки украинцев. И одним из главных инструментов является свободный доступ к рынку труда. Руководитель пресс-службы Мазовецкого воеводства, где главным является город Варшава, Эва Филиппович, говорит, их область трудоустроила самое большое количество украинцев – более 80 тысяч. Мы создали отдельные организации, которые занимаются консультированием людей по вопросам выбора работы, изучения польского языка. Украинцы – очень трудолюбивый народ и ищут любую возможность работать. Меня шокировало, что люди, даже в первые дни приезда, еще не придя в себя от тяжелой дороги, уже спрашивали нас о работе. Вот только достойная работа ждет украинцев не только в столице. Если брать статистику, то самые большие заведения, самые большие логистические центры, они не находятся в Варшаве. Они находятся на юге Польши, если мы говорим о промышленности, на севере Польши, если мы говорим о продуктовой сфере. Они находятся в центральной Польше, если мы говорим о складах и логистике. Так что мнение украинцев, что именно в столице и других крупных городах больше работы и самые высокие зарплаты не всегда соответствуют действительности. Да и расходы в той же Варшаве куда больше, чем в маленьких городах. Выгоднее работать в меньшей польской местности, где все рядом, где органы местного самоуправления готовы поддержать на каждом шагу, помочь с трудоустройством. Здесь больше мест в детских садах и яслях, более простой доступ к медицинской системе. Что ж, для того, чтобы разведать ситуацию, отправляюсь в Познань. Город значительно меньше Варшавы, но признан одним из главных промышленных центров страны. В нашем городе в Познане гораздо чаще можно услышать украинскую новую, чем польский язык. В Познане встречаюсь с одной из главных экспертов миграционного рынка страны – Светланой Вальчак. Полька белорусского происхождения, сама приехавшая сюда 20 лет назад, помнит времена, когда иностранцу устроиться на работу в Польше было вообще невозможно. Сейчас же все максимально упрощено. Я вам скажу, как специалист, который занимается делами украинских граждан уже 15 лет, стало легче по документам. Потому что беженцы, которые сюда приезжают, естественно, могут намного быстрее быть трудоустроены, без дополнительных денег, которые должен работодатель заплатить в УЖНД. Сегодня украинцу для трудоустройства в Польше требуется только биометрический паспорт. Никаких приглашений от работодателя и рабочих виз. Это подтверждает переселенка из Харькова Карина, приехавшая в Познань вместе с мамой и двухлетней дочерью. Работаю в магазине, я должна и работать кассиром, и раскладывать товар в торговом зале. И еще очень много других задач. В Украине я работала заместителем руководителя магазина, поэтому а за этого труда знаю. Где-то 25 тысяч гривен может заработать обычный человек без опыта, без знания языка. На самом деле труд очень изнурительный, но и вариантов немного. Занять более интересную вакансию Карине и продвигаться по карьерной лестнице без знания польского языка невозможно. Социологические исследования доказывают, что только четверть украинцев в Польше владеют польским на коммуникативном уровне. Поэтому мнение, что украинцев хотят брать только на физические работы, ошибочно, отмечает председатель Союза работодателей Польши. В Польше очень нужны именно профессии, которые уже не разработчики, потому что разработчиков очень много. В Польше не хватает информатиков, в Польше не хватает врачей, медсестер. Есть огромный спрос, но дело в том, что нужно пройти все этапы по нострификации диплома. То есть, чтобы работать как врач, естественно, кроме польского языка, нужно довести до момента, когда диплом данного врача будет узнан в Польше. Нострификация диплома, то есть признание его в Польше, может занять несколько месяцев. А разрешение на работу, например, врача или медсестры, выдает только Министерство здравоохранения. Система в Украине совершенно другая, чем в Польше. Здесь медсестра должна иметь высшее образование и отдельную специализацию. Поэтому, когда кто-то из Украины приезжает и говорит, что я медсестра, то мы должны изучить, какой она имеет опыт. Потому что медсестра медсестре рознь. Похожая ситуация и в образовательной сфере. И даже идеальное знание языка не даст преподавателю из Украины сразу работать по специальности в Польше. Если человек был преподавателем в Украине, в первый год он может работать в школе как помощник учителя. Преподавателям нужно обратиться в Министерство науки для того, чтобы получить разрешение на работу. Нужно собрать все документы, дипломы перевести и ожидать 3-4 месяца. А вот для украинцев, которые хотят задержаться в Польше подольше и имеют стартовый капитал, появилось немало плюсов. Намного проще, например, тем гражданам, которые приезжают в данный момент, гражданам Украины, открыть свою фирму, свою частную деятельность. А это было невозможно до этого. То есть нужно было иметь карты по быту. Это срок минимум в несколько лет, чтобы ее получить. Яркий пример нам демонстрирует Наталья, которая только что открыла в Варшаве магазин украинской одежды. Моей компании в Украине 6 лет. И первое, что мне пришло в голову, о том, что украинский продукт – это востребованный и конкурентный продукт, который стоит выводить дальше. В свой магазин Наталья приглашает консультантами исключительно наших девушек. И не только потому, что поддерживает своих, а просто считает их лучшими. Я считаю, что украинские девушки, женщины любой квалификации гораздо более конкурентны на рынке здесь. Да и вообще спрос на украинских работниц в Польше существенно вырос, а соответственно и зарплата. Так, в частности, работа уборщиц и упаковщиц в Польше стартует от 3 тысяч злотых в месяц. Кассирша в магазине или посудомойка в кафе может заработать 4 тысячи. Малярам, например, в Гданске платят до 7 тысяч злотых. Врачи-специалисты со знанием польского языка могут рассчитывать на зарплату от 10 тысяч злотых. Но выше всего, конечно, оценивается работа IT-специалистов, заработок которых может достигать и 20 тысяч. Словом, работу в Польше найти можно. Было бы желание. Ибо, как говорится, дорогу оселит идущий. Валерия Черненко, ICTV, специально для телемарафона Freedom на канале UAE.